Товарищ водитель, назовитесь пожалуйста. Как ваша фамилия, имя, отчество? Ориентировка прошла через дежурную часть, вы управляли транспортным средством, находясь в состоянии погоня на плине. Еще раз вам говорю, то есть вы в присутствии понятых скажите, вы будете продавать или не будете продавать? Нет понятых. Вы меня обманываете? Человек, который находится в милицейской форме меня обманывает? Нет, я вас не обманываю. Вы меня обманываете? Я вас спрашиваю, вы будете проходить освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения на месте? В Амурской области у нас случилась такая фигня. Я ехал, а мы с вице-губернатором Амурской области приехали в клуб. В этом клубе мы выпили по пять капель. Выходим из клуба, нас вяжут гаишники и... Сейчас я позвоню в административу президента. Не, я реально позвоню в административу президента. Ваш чин! Да ты пошел ты нахуй! Я хочу заснать! Давай, Филин. Скажите, пожалуйста, фамилия и имя и отчество ваше. Шердина Вера Георгиевна. Шердина Вера Георгиевна. Ну не вы же были за рулем? Ну, конечно, что я. Он приказом ехал. По вашему приказу, вы являетесь министром финансов, правильно, Амурской области? Я являюсь вице-губернатором. Вице-губернатором? Да. Вы видите, как он ехал? Нормально. Я с ним если ехала, то я нормально ехал. Очень нормально. Сейчас вы едите меня через окно, точно так. Ну это нормально. Вера Георгиевна. Сейчас в милиции свежего насигнования минимум на 50%. Да это вице-губернатор. Точно, точно говорю. Сейчас все сделаю для того, чтобы сведать все изменения. Ну... Если у них мозгов нету, я сделаю все, чтобы на следующий год... Тихо, заходу. Да... Это идиоты. Я задержалась. Я думаю, что я сейчас все силы брошу на то, чтобы они пострадали больше. Я губернатору, а потом буду докладывать. Пошли. Пошли. Откройте мне двери. Откройте мне двери. Откройте мне двери. Вы что делаете, а? Откройте мне двери. Откройте мне двери. Корректор А.Кулакова Но по сути о тяжелой болезни, которая разъедает нашу экономику и разлагает все общество.